Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Салом 135, с 1 по 3 стих. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Я сказал 126 стихов, молитесь об этом, чтобы Господь позволил расшифровать. Это третья проповедь, на третьем стихе, каждый стих вызывает проповедь. 18 мест Писания только приведу. Что это означает? Это можно сказать расшифровкой. А кто господствующий? Когда начинаешь смотреть по Библии и разговаривать с людьми на улице, ни один не может ответить. От силы, можно сказать. У меня начальник, он как господин распоряжается мною. Это да. Но это только начало. И сейчас мы будем открывать места Писания. Простите, чтобы Господь открыл. Теперь вы будете видеть, где пойдете, кто, и какая власть у них есть. Но над ними, над всеми Господь. Вот для чего это дается. Какие бы ни были начальники, что, я касаюсь имен, тут ничего такого нет. Смотрите, Ого, Басана, перечисляют, Салтыри, все перечисляется. Это мы так не привыкли к этому. Апостолы молятся, Господь, возри на угрозу Понтия, Пилата, Юрода. На молитве они эти имена произносят. У нас только скажешь, а как так? Мне пришлось на этой неделе быть, называется, Министерство юстиции. И еще в одном месте. И я там говорил об одном деле. Событие для нашей страны немаловажное. Заменили министра обороны. И поставили по фамилии его Белоусов. Белоусов Андрей Ремович. И что там делается сейчас? Там уже сколько генералов за решеткой сидят. Он такой экономист. И я ночью молился, у меня сильное побуждение было. Сказать другим молитесь, ему угрожают. Ну понятно, такие люди, в которых руках все, которые министр был, его убрали. Теперь разбирают, которые до него был министр. И везде, вплоть до того, что надо ввести статью расстрела. Куда все средства уходят? Я внимательно за этим слежу. За него так легко идет молитва, как будто бы я его знал всю жизнь. Легко запомнить. Андрей. Переводится с еврейского храбрый. Он такой, конечно, это президент приложил руку, чтобы он распорядился это дело. Не знаю. Будет в России еще такой человек хотя бы один. Совершенно, вот как считаемый в Ветхом Завете, Ездра. Что он делал? Вывел из плена, но ни одной погрешности нет. И за ним враги кинулись. И семейная жизнь, и все. И оказывается, липо, как говорят, ничего нет. Ничего нет за ним. У него взгляд такой, открытый. Поместили две фотографии и спрашивали, похожи? Суворов и он. Это вообще. Значит, молиться о нем надо. Почему? Он как раз входит в этот стих, начальствующий. Он заботится о тех, которые не дома, которые воюют. И он открытым текстом все это говорит. И выступил перед Думом. Перед Думой написано Государственной Думой. Это главный орган где-то. Он их как начал, они уже сговорились идти против. Но все, как будто никогда их не было. Я никогда не ожидал, что при жизни своей я увижу такого человека в моей родине земной здесь. Поэтому я уже и звонил, и с людьми встречался. Какие посты занимают. Помните это. Молитесь. Может быть, Господь через него все-таки что-то, чтобы и пенсия, и все повысилось. Итак, прочитаем третий стих еще раз. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Везде наказан стихи «Ибо вовек милость». Это по милости Божией, по благодати все-таки. Кто господствующий? И касается это нас или нет? Теперь раскрывай. Бытие 4.7. Записывайте себе. Дома еще раз проверите. Я по несколько раз переписываю, сокращаю. Места не канонических книг. А у нас книга-то издана не в православии, но она чистая такая же. Так. Бытие 4.7. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли леса, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Грех. А ты господствуй над ним. Вот по порядку начнем. Да он господин, который там делает неладное. Господь царствует над ним, а человеку говорит, а ты господствуй с Божьей помощью. Да ничего нельзя сделать. И она отвечает, да ничего и не делали. А когда начнешь делать, гляди, и получится. Грех. А грех где бывает? У нас тут было уже с одной сестрой. Пришла, беда-то какая. Ушла, кран-то не закрыл, думает, зашумит. Я-то до воды нету. А ушла и забыла. Да выехала на дачу. А нижнего не было и все залила. Ну и та пришла и говорит, у меня обстановка вся пропала. А она знает, что она не русская, а еврейка. И ко мне подошла, говорит, ох и вредная. А она же ее затопила. И она же у нее вредная. Я стал говорить ей, что же ты делаешь-то? Да ты бы сказал, сколько давай сядем, подсчитаем. Прости меня. Никогда не включайте. В какой момент включиться не знаешь. Вот и пример. Господствие на своей прихотью. Господствие на чувствами. У Бога нет национальности. А если уже пошло, то считается 2896 национальностей. Все называются языки, язычники. И только одна нация выходит из тех, которые будут руководить миром. Мы этого не скрываем. Господь говорит, 12 глава, 3 стих, бытие. Кто проклинает Абраама и семя его, будет проклят. Кто благословляет, будет благословен. И когда у тебя что-то получается, а ты прославляешь семя Абраама, то есть, чтобы они приняли Христа своим спасителем. Это от Бога. Мы глубоко войдем сегодня в это слово. В первую очередь, Библия говорит, я должен господствовать над грехом. Да я не мог воздержаться. Нет, если бы ты видел, что здесь начальник, ты бы этого не делал при людях-то. Ну вот я видел, там такое, ну это было такое. Воевали, сказано, ничего не брать, в городе все ржечь. А один человек тайно взял, там попались слитки золота, видимо. Одежда красивая. И он возле шатер, главный столб, который стоит в шатре, и там зарыл. Что интересно, Израиль воюет, а убитых нет. Победа за победой, ни одного нет. И вдруг сразу 32 человека назад от трупы. Сразу остановили войну. Говорили вопрошать, господи, что такое, что наша военная операция в Израиле-то не сходится. И Господь им сказал, вы нарушили. А раз нарушили, стали искать. Никто не сознается. Их 12 колен. По коленам разбили, колено показано какое. Колено, которое стали разбирать. Теперь, какая область там у них есть. Наконец, по семье молчит. И, наконец, один. Выйдет, скажи, что ты сделал? Сильно хороший был, я не мог не взять. Так, побежали юноши, побежали, копнули, вытащили. Что ж ты наделал? И дальше погибает все, что у него есть. Мы должны над этим господствовать. Вот прихоть у некоторых есть ездить. Куда ехать? Зачем? Лишь бы ехать. Такой был человек, который путешествовал. Ну, не все же время путешествий. И он понял, что сатана издевается над ним. И он тогда лег через порог, ноги просунул. Тебе надо, сатана, тащи, а я больше не пойду. И он встречался с самыми знаменитыми святыми. И к ним приходил. И мы узнаем это из житий святых. Прекрасный пример для нас. И он пошел, день пройдет, тыщинку поставит. Проснулся однажды, все тыщинки около головы лежат. Сатана посмеялся над ним. Он, я понял, надо на Бога надеяться. Вот это все не в дело идет. И далее. Притча Соломона, 22,7. 22 глава, 7 стих. Притча Соломона, 22,7. Богатый господствует над бедным. И должник делается рабом-заимодавцем. Не лезьте в долги. У нас специальная статья. В уставе деревенском. Нигде не брать ничего. А вот возьмут, а там процент за процентом. Ну дали тебе. Ну что, в ипотеку, разные слова придумали. А там, где которых людей не признают. Мамар Каддафи. У них закон был такой. Если банкир выдал деньги. И хотя бы лишний цент, рубль будет. По вине смертной казни. А как? Государство от ним рассчитается. С людей не брать за это. Сколько ты получил, взял, придется платить больше. Я в одних там ночевал в Америке. Стали говорить. А он, понимай, это архиепископ. Да люди неразумные. Вот они взяли и все это в кредит. И уже два или три саны заплатили за этот дом. А он им так и не принадлежит. А ты в берущих найди. У кого-то что-то есть без процентов. И глядишь, как-то выйдет. Не берите никогда. Это кабала. Должник делается рабом. Взаимодавца. Ты раб. И сейчас государство как? Если ты выезжаешь куда-то, там смотрят. Брал ты деньги, государства нет. И не выпустят. Рассчитайся сначала, тогда поезжай. Хорошие законы иногда бывают. Считаешь. Только про одну пишут. И она сфотографировали ее. Она собралась. А оказалось, долг. Она говорит, я не брала. Фамилия твоя. Имя твое. И возраст твой. Потом, когда разобрались в Москве, оказалось полностью похожее. Но не она. Видите, бывает такое. Но не надо на этом останавливаться. Я не брал. И Господь поможет выпутаться из этого. Я не брал. И все на этом. А как? Переможем. Я это понял, когда еще учился здесь. Вот эти студенты. Берут. А потом не хватает. А я один раз перемог. А теперь у меня целиком она остается. И никогда не занимает. А где брать? Пошел на вокзал. Кому чемодан принести? Куда? То есть найди любую работу. Но не иди в долг. Рабом делаешься. Далее. Притча 29.2. Сколько нам сегодня Господь откроет по одному слову? Господствующие. 29.2. Когда умножаются праведники, веселится народ. А когда господствуют нечестивые, народ стинает. Господствуют нечестивые. Яков сказал об Андрея Малицета. Он это нечестье там как раскопал. Даже считаю, что не верится. С погонами. Женщин сколько с генеральскими званиями. Но сказал так. Убрать их? Ну не будем ничего. Пускай они успокоятся. То есть по знакомству. Генералом стать. Это разве простое дело. Иной женщин лишь бы деньги получать там где-то. Это в наши дни. Сегодняшний день такой. Я рассказываю для того, чтобы загрузить вам это. И когда будете молиться, вспоминайте его. Он министр обороны. Это какой пример он оставит? Ну он экономист. Дальше. Пророк Исайя 3.12 Кого Господь называет господствующими? А в людях-то принято как, смотрит, господин. Господин. А он и не господин никакой. Он раб. 22.7 Исайя 3.12 Да, да, 3.12 Притеснители народа моего. Дети и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение. И пусть стезей твоих испортили. Что самое сильное? В втором езере книге. Там есть такое. Между собой они разговаривали. А потом дошло до верхов. Ну это разное. Кто самый сильный? Кто обладает такой самой властью? И оказалась самая сильная женщина. Вот и все. А только вид кажется, что мужчина выбирает. А она выбирает. И все это докажено. И где-то вторая книга ездит. Дома прочитаете где-то. И поэтому они господствуют над мужами. Это никуда не годится. Если жена над мужем командует. Есть такое одно слово. Подкаблучник. И нарисовали. Он лежит уже, рот раздинул. А она каблуком его прижала к земле. Я с одним разговаривал. Вот я говорю, а как у тебя там, кто-то есть или кто-то лежит на диване. Сказывает она ему. Он машину подогнал. Дальше опять не касается. Ни до чего. Вы детей, если у кого мужья, там такие, пожалейте их. Потому что пирамида опрокинута. Учить жене, не позволяя не властвовать над Божьим. Но быть в безмолвии. А она стращит так, что он не может слова сказать. Ладно, еще другие были такие, которые в глаза открывали. Далее считаем. Иеремия 5.31. Пророки это говорят нам? Пророки пророчествуют ложь. И священники господствуют при посредстве их. И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Видите как? Посредством священников. Мне это настолько близко. Ну, даже не могу высказать. Сколько священников спрашивают про меня. Каждый, там, всем православный, там, а никогда в глаза не видел и ничего нет. Вот, помните, был один тут такой предприниматель. Миллионер. А на самом деле он миллиардер. Совсем мне он не родня. И когда он был в Барнауле, его спросили, он сказал, да это еле тих, кто другой это. Я стал смотреть. Герман Стерлигов. Герман, кажется, Львович. Ну, что интересно, он все переворачивает. Все ереси, все ереси. Есть один епископ настоящий, но где, я сказать не могу. Хороший, чтобы хлеб был, должна быть соль. Говорит, да мы сделаем соль. Нет, только из-под земли, которая света не видела соль. А где шахта эта? Никому не говорю. Я все удивлялся, почему мне так легко они молятся. И на днях у него кверх ногами все пошло. Жена его оставила. Сыновья ушли. И самое главное, православные люди не стали. А вон, никакой веры православной нет. Понимаете, вот я называю, меня спрашивают, а как вы смотрите? А я говорю, 19 лет назад я это все сказал. Я открываю форум, форум у меня по статье за статьей о нем идет. Он все учит, правильно, как женщина рожать там и проще. Он все знает. И сколько их людей соблазнил? Курица маленькое, а страус большой. А вот заведи страуса. Забел, столько средств и сратил, никто не берет. И в каждом деле я посмотрел, ни одного нигде совета он не дает, чтобы было без греха. А когда разговаривает и с кем-то нет, он хватает и... Так только Жариновский мог делать. Понимаете, сколько нам? Не господствуй над этим. Эти люди господствуют над чем? Над грехами. Еще раз прочитаем. Иеремия 5, 31. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их. И народ мой любит это. Все? Что же вы будете делать? О чем бы не сказал, священники сразу встают, а он знает. Не знает. Но он говорит. И они господствуют. И ладно, находятся еще такие, как Петр Мещеринов. Он игумен. Игумен и председатель молодежных братств всей России, Московской Патриархии. Он говорит, мы в храме стоим 85% пустота. Народ ничего не знает. Не знает. Да тот, который ходит, все время надо изучать и смотреть. И народу это нравится. Батюшка, накажем, чтобы у батюшки... Да Библия говорит, этого нету совсем. Но откуда же батюшка это берет? Это Господь делает. У Бога так все высчитано. В другой раз думаешь, я это не успею. Господь как-то события так делает. Вот вчера у меня такое событие было. Задержала мне сестра. Ну, главное, просьба к женщинам побыстрее одеваться. Как в Англии ответ дали. Идем. А ходим под мост молиться, чтобы его не взорвали. Идем. Я вижу издалека. Стоят люди, и видно, большие. И в черном все. Я говорю, это священники. Ближе подходим, наш митрополитный, Сергий. Я подошел. Там трижды поцеловались, похристосовались. Оказывается, привезли мощи. Макария, который является переводчиком Библии. Вот чудо-то какое. Его канонизировали. Его много обижали священники. И так он где-то с сорок чем-то лет поражил, и все. Мы обязаны ему, считай, вот эту Библию. И далее. Плач Ереме, 5-8. Здесь рядом. Плач Ереме, 5-8. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. Рабы. Они рабы греха. Пророки тьмы. И человек, как от чумы, от вас проклятием отпрянет. И имена их проклинать своих детей научит мать. Полежа, писал такое стихо. Это всегда было так. Рабы. Когда считаешь, даже невероятно. Больше-то пишут про кого-то, а не про своих. А когда своих-то вскроют, и оказалось, что сколько здесь лет, было на треть уголовники. И они господствуют. И священство в этом... Так, далее. Матфея, 20-я глава, 25-й стих. Хоть и по порядку будет, но... 20-я глава, 25-й стих. 25-й? Да, Матфея, 20-я глава, 25-й стих. Иисус же, подозвав их, сказал, Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. А кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою. Вот пример. Ты хочешь быть господствующим, рабок сделайся. Узнавай, какая нужда. Человек может быть где-то в долгах, его выкупить надо. Но это уже серьезная работа такая. И Господь подозвал, знаете, они над ними господствуют, перечисляют, да, господствуют. А вы-то зачем бьетесь, кому справа, кому слева? Вот, мать-то их подошла. А ученики сразу и огневались им. Это зачем? Ждали-то старство земное, на земле, как это будет. Дальше. Второе Петра. 1, 3, 4. Так, задержится много? Ну, никак по-другому. Второе Петра. Первое это Петра. Второе Петра. 1, 3, 4. Вот так считаем. 1, 3, 4. Второе Петра. Первая глава. Третий, четвертый стих. Вот оно. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего у нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались с причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире расцления похотью. Вон кто. 20 мытарств, когда человек уходит, там из-за слов и пьянства, чего-то их нету. Но на блуде погибает больше, чем 19 остальных мытарств. Вот подробно этим мытарствам даже никогда не догадаешься, кто описывает сегодня. И надо на это посмотреть. Расцление похотью. Поэтому с детьми надо быть очень внимательными. Где можно, не надо, где не отпускать, держи. Дальше, если закрепиться, ничего не сделаешь. А сегодня считаешь, даже невероятно. Десятилетний, не полный 10 лет уже насильник. Это время-то какое. Об этом Достоевский писал, говорит, десятилетние и уже развратные. И повторяю, десятилетние и уже развратные. Тогда. В 80-м каком году? Первом. Считаем дальше. Ефесянам 2.2. Не по порядку, считаю, поэтому. 2.2. В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в ценах противления. Дух господствующего в воздухе, то есть дьявол. И когда человек обуян им, он ничего не понимает, что делать. У нас тут было такое не так давно. Двое у нас, интернет на содружество, прямо попросили, чтобы молились об изгнании злого духа из них. Ну, мы молимся, и люди все-таки бывшие, но образованием грамотные. А это, который был, у нас здесь короткое время был, и столько он сейчас пишет всякого злодейства, а что сделает? Я не знал этого. Когда я его первый раз услышал, он сказал, это от того, что мать прокляла его, как он с матерью обращается. Ну, и когда все уже сейчас, уехал человек, и он с матерью встретился, и мать поносит он. Я совершенно точно сказал, откуда это идет. Поэтому проклят он злословит отца и мать. А раз проклят, значит, сатана крутит, вертит, наворачивает. Ни одного слова правильно, все ложь, непрерывная ложь. Только сейчас попросил прощения, вышел за дверь, и теперь всем кричит, навесный интернет, еще более пакостный. Ну, это для испытания нам. Ты терпи, награду получишь. И далее. Здесь прочитать нужно. Матфея, горжица назад, 24. Нет, 6,24. Матфея, 6,24. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усерствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Богу и мамоне. Мамона – деньги. Божество за денежное. Не можете. Как-то отец Аким шел с одним, и у дьяка на руку положили, с Украины, и говорит, ты Евангелие-то читаешь, он что-то такое. Библия. Нет. А зачем ты пришел? Гроши заробит. Вот и понимай, что дальше будет. Вообще они ничего не знают. И оттуда, которые бывают. Нас Господь облагодетелся с митрополитом, который против нас здесь были митрополиты, как стерка, будто не было. Приезжает к нам, и вот вчера только его видел, а вокруг только священников стоит. Один подходит, разрешит хоть раз воздоруху взять. Книги-то ему подарили, которые есть. Крестному православию, это на прощенное воскресенье, мы 70 книгами. И он здесь стоит, и каждое слово у него все это к месту идет. Даже сказать, а вы думали, когда вот это было, там против вас было, никогда. Поэтому, когда говорите, не обобщайте, что все такие. Нет, не все. Я когда говорю, вот один даже спрашивал, когда епископ едет, то семь едет и священников несколько. А кого нас еще посещают, каждому, говорит, надо дать конвертик с чем-то. Разоряние одно. И как? Все одинаковые. Я говорю, есть, которые не берут. И вы знаете, я говорю, знаю, что совсем не просит, совсем не просит, носки дырявые. Да кто же такой? Я говорю, Курочкин, епископ Ефтихий. Как раз у нас он и был, 13 лет. Терпел нас. Вот как. Какой он пример оставил. Один, кроет крышу, спустится, лист железный, прицепит за веревку, опять на вышку залезет, подтянет его, прибьет, опять слазит. Никого нет. Это в наше время были. Святой человек. Как-то, это мусульманский, католические семинаристы стали говорить, и говорят, ну, все верующие, но нет такого, чтобы по-настоящему-то святой был. Он говорит, к окошку подойдите. Быстро смотрите, один человек идет, Атриан Шанхайский, живой, святой, православный, как мать Тереза. Я признавал, она католичка, сколько у нее там, сейчас несколько тысяч послушниц, потому что, видно, нету. Все это открыто. И далее, Деяние апостолов, 16-19. Помаленьку открывает. Мы среди этих господ, живем, господствующие. Деяние 6-19. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу повлекли на площадь к начальникам. Ты правильно прочитал? Матфея. А где они? Где они? 16-19. Тогда господа ее. Вот господа. это ведьма там была. А они деньги получали. Ну, Ванга как. И Ванга все знала. Она знала, где кого убьют. А почему? Дьявол, это его работа. Пушкина испугала цыганка и говорит, человек в белом одетый, от него ты погибнешь. Ну, кого бояться-то? Ну, вот он как раз оказался. Да, то есть, в таком одеянии пришел. А тебе-то надо было. Никогда не ищи, никаких мессингов, никого не ищи. Господи, твоя воля да будет. Встал, поднял тебя Господь, благодари. Сколько даст, за все благодарите. И далее считаем. Первое Петра 2,18. Мы ищем господствующих над нами, чтобы правильно с ними обращаться. 2,18. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Вот так. А не так, который там тебя тешит, и я буду слушать его. Нет. Если он стоит, как начальник, а не так, начальник ушел, ну, сядем. А когда идет, в четыре руки колотят, работает. Я про рома работал, знаю. Это, никому пользы от этого нет. Он суровый, или где-то как-то. А были такие, что неправильно поступают. В первую очередь, я неправильно поступал. Я в тебе это нашел. Мог где-то, ну, работал в МВД, мог бы сказать, ну, ладно, там маленько прогнуто, чуть-чуть где-то. А я все по инструкции делал. А они там учителя, ледчики сидят. Я сейчас вспоминаю, думаю, эх, не вернешь ничего. И далее. Колостяном, 3,22. Заэфисяном дальше. Колостяном, Леписом, и Колостяном. Вот так. Вот, 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 вот. Колостяном, 3,22. Это фессалоникийцам. Вот оно. Здесь надо смотреть. Это фессалоникийцам. Это вот оно, где написано. Первое фессалоникийцам. Считай, 3,22. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим во плоти. Не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в красоте сердца, боясь Бога. Не так, если отец с матерью встречают, и только разбили, что это ним, и оно само, люстра упала, разбилась. Окажи почтение, чтобы было видно. У народа столько всяких рассказывают, как почитать. Я познакомился с одним, ему было 93 года, он говорит, жизнь короткая, у того, кто мать не отец. Я не почитал их. И живет в таком грехе, 93 года, и пришли к нему. А он, я не знаю, столько слышал о нем Сабрин фамилия, пресвитеру Баптистов. Я шел в другую комнату, упал на колени и плакал о нем. А который со мной привел там Молчанов, Николай Нестерович, он говорит, осмотрелся, человек тебя даже не знает, что же ты делаешь-то? И Господь его тронул в сердце. Это Бог так делает. Мы просто должны эту боль как бы принять. Как же так? Родители, я бы вернулся, сейчас так не поступил. Было такое, что они везут там на санках курицам отходы где-то, а я сижу, считаю книжку. А они прошли уже метров двадцать, а только с тех схватился бежать курицам. Я себя сразу наказал, лет пять, ни к одному яйцу не прикасаться. Все. Потому что я еще сидел-то здесь. Отец с одной рукой, мать. То есть я делюсь опытом, как Господь, ну, по совести-то если. Титу, два девять. Тит, его возлюбленный ученик, вот два девять. Рабов и вещевая повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учения у Спасителя нашего Бога. Вот как. Где бы ты ни был, на какой на работе, где-то тебя приняли, где-то. Делай так, чтобы было по совести. По-божески. Мы это можем сказать. Первая тема, первая, шесть, два. Первая тема, первая, шесть, два. Вот, пожалуйста. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Если он такой, суровый, то я буду подчиняться. А если начальник верующий обращается тихо, спокойно, не кричит, пренебрегают его. Не пренебрегайте, Павел говорит, это наши братья. Мы у него у Бога. В его упряжке находимся. Первая Коринфян 7, 21. Первая Коринфян 7, 21. Рабом ли ты призван? Не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Так, если можешь. А бывает и возможности никакой нет. Вот считаем, епископ был Павлин. Имя какое, не епископ это. Епископ Павлин. И он, мать пришла, одна говорит, сын попал в плен. И его продают, сейчас куда-то повезут где-то. Денег нет. Он тогда встал в стройке, продают пленных-то. Встал, а один начальник там идет. А ты что, старик, что здесь делать? Продаю, себя продаю. А сколько? Сколько денег узнал? А что ты умеешь делать? Я садовник. Садовник? Да я сколько его ищу хорошего? Я самый садовник. Он тут же деньги матери отдал и пошел в плен. И там работает, и молится, и вдруг, как когда Яков-то был, и все у Лавана засвело, больше ягнят. Здесь точно такая же история. А хозяин иногда, видимо, через шторку смотрел. Ты непростой старик. Скажи, кто ты такой? А зачем тебе? Скажи, кто ты? Я епископ. и выкупил одного из прихожан, видимо, где-то. И все, хозяин обратился к Богу. И вот, ему узнали эту историю. Это не выдуманное. Дмитрий Ростовский с духовным лугом, с другими везде работал. Так, я назову в Бетхозавете два места. Третья книга Ездры еще пять-три. И вторая Ездры четыре-двадцать-два. Вторая Ездры четыре-двадцать-два. Прочитайте. Третья Ездры пять-три. Итак, нас вокруг господа господствующие, господцы над грехом, не покоряйся к никакой ереси, смотри, кто перед тобой стоит, не увлекайся мамоны, не подчиняйся там, когда жена над тобой командует. То есть, кто над тобой господствует, посмотри. А я свободный. Есть такой фильм Иеремия. Ты уже раб. Ты не можешь сказать подчиненным, что я тебе говорю. Не на Египет ставить надо, а на Вавилон. А не захватят Ассирийцы все. Не поверил. Вы знаете, что у нас тут было с сестру? Мы съездили в одно место, я хотел попасть на Украину, к метрополиту Лонгину. А зачем? Молитесь. У меня уже было такое, когда я был призван, а там рожда такая, только одну проповедь сказала, и сразу примирились две группы людей. И они по сей день не знают, кто я. Это Господь так сделал. Я видел это счастье, их лица, радость, обнимают друг друга, были вместе, это когда отделенные с этими. Это Бог делает. Только благодать может такое сделать. И никто не узнал, что я православный. Слава Богу, так мы третий стих прочитали господство над господствующими. Нам Бог это открывает, ибо велика милость Божия. Аминь. Анжи. Нижи. Продолжение следует...